Все. В принципе, мы все с вами знакомы, потому что все выходили на живые лекции в лектории «Живое слово». Сейчас мы по известным причинам ходим в онлайн. И вот сегодня наша первая трансляция с доктором биологических наук, профессором МГУ Вячеславом Дубыниным. Говорить будем про иммунитет. Иммунитет – вечный бой с инфекцией. Тема тоже актуальная. Давайте как-то правило сегодняшнего мероприятия обозначим. Вы видите перед собой чат. Там можно писать комментарии. И, пожалуйста, пишите, если вы вошли в трансляцию, если какие-то есть проблемы, например, проблемы со звуком. Нам сейчас очень важна обратная связь. Там можно авторизоваться в один клик через социальную сеть. Можно зайти как аноним, просто написать свое имя. Мы также увидим, что вы добавились. Давайте, пожалуйста, сделаем такую виртуальную перекличку. Если есть какие-то проблемы, что-то не слышно, какие-то вопросы, также можно писать мне на WhatsApp, либо в любую социальную сеть. Мои контакты есть у всех. Я отвечу, все контролирую. Вячеслав Альбертович, вы где? Да, проверка связи. Ну, вроде бы слышно. Мне во всяком случае слышно. Алло? Да, я могу говорить очень громко. Да, давайте погромче постараемся. Ну, хорошо. Ну что, друзья, давайте начинать. Тестируем, пробуем. И, пожалуйста, очень важна обратная связь. Для нас это сейчас очень важно. Прошу отнестись с пониманием. Потому что сегодня наш первый опыт онлайн-трансляции, как вы поняли. Так что давайте держать кулаки. Все будет хорошо. Да, давайте начнем. И не только с онлайн-трансляцией, но и со всей остальной жизнью. Добрый вечер. Я Вячеслав Дубынин, профессор биофака МГУ, доктор биологических наук. И сегодняшняя тема, она связана с такой общей характеристикой иммунитета. Ну и, конечно, довольно регулярно мы будем обращаться к коронавирусной инфекции. Ну, потому что куда же сейчас без нее? Но, тем не менее, вот коронавирус, это, конечно, очень такая конкретная и жгучая проблема. Но знать общую логику работы иммунной системы – это очень важно, значимо. И не только в отношении вирусов, но и в отношении бактерий. А также тех ситуаций, когда иммунная система как-то не так работает. Ну, скажем, аллергия или аутоиммунные заболевания. И даже онкология тоже связана с нарушениями функции иммунитета. Вот обо всем этом мы немножечко сегодня поговорим. И начинаем с картинки, которая такая, понятно, в неком карикатурном времени изображает проблемы, связанные с иммунитетом. Ну как, картинка сменилась? Все хорошо? Алло? Да, вторая картинка. Видит человек, стоящий на столе в скафандре. Правильно? Да. Чего это он залез на стол, да еще и напялил скафандр? Он боится всяческих инфекционных агентов, которые его обступили со всех сторон. Но проблема в том, что этих самых источников инфекции им нет числа. И даже вот такая самоизоляция в виде скафандра, она на самом деле тоже довольно условна. Поэтому кроме самоизоляции нужно выполнять еще много других правил. Но во всяком случае, на самом деле, конечно, наша иммунная система – это та часть организма, которая работает постоянно. И иммунологи сравнивают нашу организм, которая непрерывно осаждается всякими вредоносными элементами. И крепость эта остается более-менее целой, только из-за того, что на стенах находятся защитники, которые все время борются, отталкивают от пищевых захватчиков, поливают их активными веществами, кипятка, расплавные смолы и так далее. Ну и, собственно, что за всем этим стоит? За всем этим стоит действительно существование огромного количества мелких организмов, таких как бактерии или одноклеточные грибы или простейшие, а иногда даже и не организмов вроде бы, а таких вот вредоносных скоплений молекул, которые мы называем вирусы. И вирусы, они пока вне наших клеток, они вообще выглядят действительно просто как нечто химическое. Но попав в клетку, они вдруг приобретают способность размножаться, подчинять разные процессы, которые внутри клетки проистекают. Ну и это только часть проблем, потому что когда, например, в организм внедряется что-нибудь просто чужеродное, скажем, заноза, или человеку пересадили почку, в этих случаях тоже начинает работать иммунная система. Ну и иногда она работает в попад, а иногда не очень в попад, когда, например, идет отторжение трансплантата. В основе деятельности иммунной системы находится работа клеток, которые чаще всего осознают как белые клетки крови или лейкоциты. Но на самом деле вот такие клетки, которые занимаются иммунитетом, они не только в крови, они в самых разных тканях нашего организма. И по большому счету они делятся на две группы. Я надеюсь, они появились у вас на картинке. Одна группа – это фагоциты, это клетки амебообразные, которые с помощью таких лыжноножек захватывают бактерии. Вот вы видите, внизу справа буквы «Ф» показана такая клетка, и справа вверху тоже фагоциты. А бывают еще лимфоциты, которые ведут химическую войну, и тогда они никаких таких лыжноножек явных не образуют. Ну и химическая война ведется в основном с помощью молекул, которые называются антитела. И эти самые антитела представляют собой белковые молекулы, имеющие вид вот такой вот двузубой вилки. Вот то, что сейчас появилось на картинке, надеюсь, появилось, это как бы просвет сосуда. Там везны красные кровяные клетки, такие дикие эритроциты, а среди них маленькие Y-образные белые штучки. Это антитела, которые, собственно, на химическом уровне борются с бактериями, вирусами. И мы тоже о них сегодня будем много говорить. Если посмотреть, как работает наш иммунитет в каждое мгновение, а вот так вот глобально по ходу жизни, то весь иммунитет можно разделить на два круга событий. То есть иммунитет как устойчивость к инфекции. Можно разделить на два круга событий. Это иммунитет естественный или врожденный, и иммунитет приобретенный. И естественный врожденный, он всегда на готове, и стоит, например, там поцарапаться, тут же возникает воспалительная реакция, это проявление врожденного иммунитета. Приобретенный иммунитет, он возникает в результате довольно долгой и такой специфической адаптации организма, настройки на конкретный возбудитель, на который поначалу реакции нет. Дело в том, что возможности врожденного иммунитета, они довольно ограничены. То есть этот компонент иммунитета знает далеко не про все бактерии и вирусы. Но наш организм обладает потрясающей способностью даже неизвестный чужеродный агент постепенно идентифицировать, постепенно настраиваться на него как на источник инфекции, и в конце концов формировать реакцию и тех самых фагоцитов, и реакцию от тетел. Но для того, чтобы это случилось, нужна некая такая тренировка в течение нескольких дней, а то и пары недель. И это, по сути, обучение иммунной системы. То есть она детектирует что-то как чужеродное и постепенно наращивает реакцию на этот чужеродный агент. Ну, это, собственно, и есть приобретенный иммунитет. И надо сказать, что эволюционно, а я же все-таки биолог, а биологи очень любят говорить про эволюцию, эволюционно вначале появляется естественный врожденный иммунитет. И он годится для существ, которые живут не очень долго. Но если вы хотите жить долго, несколько лет, а лучше несколько десятилетий, и при этом оставаться относительно здоровыми и счастливыми, то тогда без приобретенного иммунитета никак. Ну, и поскольку это эволюционно довольно новое приобретение, то он порой ломается и возникает какая-то гиперчувствительность вроде аллергии или аутоиммунная реакция. Ну, про это сейчас будем говорить. Значит, примером врожденного иммунитета является деятельность некоторых молекул, которые вырабатываются нашими клетками. Вот если врожденный иммунитет реализуется за счет молекул, его называют гуморальным. И гуморальный иммунитет – это стало быть, например, выделение лизоцима или выделение интерферонов. Лизоцим – это такая молекула, которая присутствует у нас, скажем, в слюне, в слезах, и она прямо сразу атакует бактерии и разрушает бактериальные клеточные стенки. То есть лизоцим – это компонент иммунитета против бактерий. Ну и вот это вот «залезать раны» – это как раз использование лизоцима. И лизоцим даже как лекарственный препарат применяется. Вам предлагаются таблетки лизобакта, и в этом лизобакте лизоцим выделен из куриных яиц. И он тоже хорошо разрушает бактерии, поэтому если какие-то небольшие ранки во рту, то вот таблетки лизобакта, если рассасывать под языком, они помогают. И вы видите стрелочкой, как разрушается так называемый муриин, то есть вещество, составляющее клеточную стенку бактерий. Второй пример врожденного гуморального иммунитета – это интерфероны. Это вещества, которые вырабатываются клеткой, зараженной вирусами. И клетка, которая заразилась вирусом, она начинает химическую войну с этим вирусом. И эта война в основном заключается в том, что клетка перестает синтезировать белки. Ну, может быть, знаете, что белки, они формируются за счет работы рибосом. И если выключить рибосомы, то, соответственно, вирус уже не может толком размножаться. И вот клетка, которая заразилась вирусом, она собственные рибосомы выключает, а еще выбрасывает интерфероны в окружающую среду и выключает рибосомы в соседних клетках. И это для клетки не очень полезно, но зато вирус размножается медленнее, и у иммунной системы возникает шанс построить более мощную защиту. Ну, поэтому интерфероны используются как лекарственные препараты. При тяжелых вирусных инфекциях они вводятся, скажем, внутривенно, при каких-нибудь гепатитах. Ну, а при ОРЗ, в общем-то, наши отечественные врачи, вирусологи, инфекционисты рекомендуют закапывание интерферона в нос. Ну, правда, не всегда эти данные находят такое строгое подтверждение, но тем не менее, лично мне интерферон, который закапывается в нос, помогает. Хотя порой говорят, что да нет, не помогает. Я думаю, что здесь все достаточно индивидуально. Только единственная просьба не путать интерфероны с теми гомеопатическими, в кавычках, препаратами, которые создаются с использованием их названия. Я даже не буду эти соединения называть. Кроме гуморального иммунитета, который реализуется с помощью химических молекул, есть еще клеточный иммунитет. Это вот как раз клетки, которые занимаются фагоцитозом, то есть захватом вирусов, бактерий. И часть этих клеток находится в крови, они называются гранулоциты, а часть прямо в наших тканях. И они называются тканевые макрофаги. И достаточно инфекции проникнуть в кожу или в стенку дыхательных путей, или в стенку кишечника, как тканевые макрофаги нападают на бактерии, на вирусы, если, конечно, способны их узнать. Потому что они, еще раз, это система врожденного иммунитета. И процентов 90 бактерий и вирусов они могут узнать, а остальное они узнают плохо, и, соответственно, вот поэтому и нужна помощь приобретенного иммунитета. Ну и есть еще особые клетки, которые называются натуральные киллеры. Они работают с теми клетками нашего организма, которые уже заразились вирусами. Ну, про натуральные киллеры я скажу чуть позже, когда мы доберемся именно до противовирусного иммунитета. А пока вот скорее внимание на фагоциты. Вот они так фагоцитируют разные клетки, ну, например, бактериальные. Возникает, что называется, пищеварительная вакуоль, и дальше внутри этой вакуоли с помощью специальных ферментов убивается бактерия. Ну и, собственно, штук 50 фагоцит клеток съедает чужеродных, и потом сам помирает. Но красный костный мозг делает новые фагоциты. Вообще клетки иммунной системы, собственно, как все клетки крови, они синтезируются в красном костном мозге, и часть клеток красного костного мозга, когда вот она растет, да, после деления, ну, скажем так, большая часть, превращается в эритроциты и термбоциты. Но некоторая часть превращается в клетки иммунной системы. Это фагоциты и лимфоциты. Ну и еще раз, да, фагоциты – это система врожденного иммунитета, то есть такие амебки, которые узнают чужеродные агенты. А лимфоциты – это война в основном химическая, в частности, с выработкой антител. До этого мы еще доберемся. Вот показан момент срабатывания фагоцитарной системы. Значит, вверху вы видите руку, в которую вонзилась заноза. Но заноза для руки – маленькая штука, а вот с точки зрения кожи, да, это прям как падение тунгусского метеорита. И, соответственно, в тот момент, когда вот эта дыра образовалась, из занозы начал валиться всякий мусор, это называется антигены. А еще бактерии и вирусы – те макрофаги, то есть фагоциты, которые в тканях, которые в коже, начинают захватывать эти бактерии и вирусы и одновременно выделять специальные вещества, которые назвали медиаторы воспаления. И эти медиаторы воспаления, скажем, гистамин, простагландины, они приводят к расширению стенок сосудов в зоне повреждения и привлекают фагоциты из крови. То есть макрофаги, которые в тканях, их можно сравнить с пограничниками. И когда пограничники вступают в битву, они начинают гранулоциты звать, но это все равно, что звать на подмогу. И гранулоциты выходят, и, собственно, вместе с ними поедают источники инфекции. Вот возникает такая воспалительная ситуация, когда расширенный сосуд создает зону покраснения, повышения температуры, возникает отек, возникает болевая симптоматика. Но все это ради того, чтобы эффективнее бороться с инфекцией. И та же боль, например, поможет обратить ваше внимание целостное на руку, что это у меня там заболело, и, например, взять и выдернуть занозу. Ну и вот тут показаны, собственно, те клетки, которые особенно эффективно выделяют медиаторы воспаления. Наряду с фагоцитами в коже есть еще одна группа иммунных клеток, которые называются тучные клетки. Они очень мощно реагируют на всякие чужеродные молекулы и выбрасывают кровь в межклеточную среду. Посмотрите, огромное количество молекул, самое главное из которых – это гистамины простагландины. И в разумных количествах воспаление полезно, потому что идет активация иммунитета. Ну а если слишком сильно, вот тогда эти же самые отеки, они могут быть вредоносными, и мы тогда можем попытаться помешать и гистамину, и простагландинам, и используем антигистаминные препараты, например, при аллергии, и блокаторы образования простагландинов, которые заодно еще и являются анальгетиками, жаропонижающими. Ну и вот если обратиться теперь к коронавирусу, который вот сейчас так активно шагает по планете, то я думаю, вы в курсе, что его, собственно, да, основным таким местом, по которому он работает, являются легкие. То есть легкие, особенно когда мы опускаемся туда вглубь, очень нежная структура, и всего один слой клеток отделяет, собственно, полость, где находится воздух, от кровеносных сосудов. И коронавирус повреждает клетки в альвеолах, разрушает их, ну и возникает вот такой воспалительный очаг, когда внутрь альвеолы, то есть внутрь легочного пузырька, просачивается тканевая жидкость, возникают отеки, возникает куча неприятной слизи, которая ухудшает дыхание, а еще сжимаются бронхи, ну в общем возникает то, что называется острый респираторный синдром, и на серьезных фазах заражения коронавирусом приходится использовать вот эти самые противовоспалительные препараты. Чаще всего сейчас рекомендуют ибупрофен, неплохо отзываются о аспирине, который заодно и свертываемость крови улучшает, и на слуху, конечно, ацетилцистеин, это препарат, который позволяет сделать слизь более жидкой, и ее легче наш организм как бы выкачивает из легких, и собственно вот эти вот симптоматики отечные, да, они симптоматика отечная, она становится слабее. Ну вот эти рекомендации противовоспалительные АЦЦ, они уже для ситуации, когда воспаление легких достаточно далеко зашло, вот, а желательно, конечно, вирус туда в принципе не пустить, а для этого использовать всякие там повязки, самоизоляцию и так далее, ну, про это будет такой отдельный разговор. Вот я сказал сейчас немножко о врожденном иммунитете, о воспалительной реакции, и как мы договаривались с организаторами лекции, я готов ответить на несколько вопросов именно по этой части своей лекции. То есть, пожалуйста, именно по теме, пока не забегайте вперед, потому что еще много других вопросов я затрону. Пожалуйста. Алло. Я слышу. Да, Люба, давайте. Алло. Да, 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 все правильно, все правильно, немножко трансляция просто отстает. Смотрите, вопрос от Кати Родионовой нам пришел. Входит ли в особую группу риска к коронавирусу люди с бронхиальной астмой? Вы знаете, если у человека, в принципе, с легкими чего-то не так, то он уже попадает в группу риска, потому что любые воспалительные процессы, они уже облегчают и распространение вируса, и, соответственно, более глубокие повреждения всего этого эпителия. Поэтому, да, и бронхиальная астма, и там, например, предыдущие какие-то серьезные воспаления легких, и какие-то вещи, связанные с туберкулезной инфекцией, все это такая история, которую нужно учитывать на фоне коронавируса. Ну и даже с курением ситуация очень непростая, потому что, если мы смотрим по статистике, на самом деле еще даже ученые и медики не договорились, как курение влияет на риски, но ощущение, знаете, какое, что курильщики заражаются коронавирусом слабее, потому что верхние части дыхательных путей, у них, знаете, такие уже многослойные, потому что горячий дым приводит к такой эпителизации дыхательных путей. То есть заражаются они сложнее, но если заражаются, то тяжелее болеют, потому что все-таки их легкие альвеолы ослаблены потреблением никотина, всех этих смол, там, и все такое прочее. Дальше. Да, задавайте. Вопрос. Неспецифический язвенный колит. Делают ли иммунологическую карту в России? Это, по-моему, вопрос не имеет. Отношение к теме. Я могу попробовать в конце ответить на какие-то такие вопросы. Давайте сейчас по ходу повествования. Ну, разве я что-то сказал о язве или кишечке? Давайте немножко пораньше прислали, я что-то тут сразу его зачитала. Хорошо. Если противовоспалительные препараты снижают защиту организма, почему их рекомендуют? Они снижают, тормозят избыточно активную реакцию организма. Потому что все-таки наша иммунная система, она довольно автономна. И она, к сожалению, часто работает по принципу чуть ли не выжженной земли. Да, то есть, давай-ка мы это дело как следует атакуем, а там уже как-то остальные клетки и ткани разберутся. И, к сожалению, это приводит к тому, что начинается небольшое воспаление, а потом воспаление избыточное. Поэтому противовоспалительные препараты, они крайне актуальны. Ну, во-первых, бывают истории, когда просто воспаление возникает на пустом месте, вроде аллергии. Но даже когда это не на пустом месте, когда инфекция, все равно иммунная система легко идет в разнос. Потому что там механизмы развития воспалительного ответа, в них куча систем с такими положительными обратными связями, чтобы быстрее, быстрее, сильнее, сильнее. Понимаете, это же риски, потому что, а вдруг бактерия, вирус всерьез прорвется? То есть, лучше как бы перебдеть, чем недобдеть. Поэтому иммунная система, она порой ведет себя слишком ярко. Ну, я думаю, каждый знает, какой-нибудь там прыщ где-нибудь скучит на физиономию, на лбу. И что надо с этим прыщом делать? А ничего, не трогать. Главное, не ковырять. То есть, если вы начнете его ковырять и давить, вы на самом деле чрезмерно активируете иммунную систему, она начинает атаковать эту зону слишком сильно, наносит повреждения самой вот этой области кожи, к которой вы приложились руками. А на фоне этих повреждений инфекция может улизнуть от фагоцитов и распространиться еще шире. Поэтому иммунная система, к сожалению, она все-таки вовсе не такая, как, например, нервная. У нее возможности к саморегуляции гораздо меньше, и она гораздо легче уходит вот в какой-то такой избыточный режим. Поэтому противовоспалительные препараты крайне востребованы. И основная группа среди них, вот самые доступные, это так называемые блокаторы синтеза простагландинов. То есть, простагландины – это молекулы, которые образуются из мембран поврежденных клеток. И делает это специальный фермент, который называется циклоксигеназа. Ну, на самом деле, несколько циклоксигеназ существует. И блокаторы активности этих самых циклоксигеназ – это обычные противовоспалительные, жаропонижающие, обезболивающие, такие как аспирин, анальгин, ибупрофен. К ним отчасти примыкает парацетамол. Но парацетамол, он все-таки такой не классический противовоспалительный, он несколько отдельно. И вообще сейчас как-то так с парацетамолом все непросто, потому что, ну, например, токсическое воздействие на печень, такое нешуточное. Поэтому лично моя рекомендация, если вы, так сказать, можете без парацетамола обходиться, лучше обходиться. Ибупрофен, он больше подходит. Или аспирин. Вот аспирин, понимаете, когда идет вот такое микроповреждение альвеол, посмотрите, как рядом находится стенка здоровой альвеолы. Вот здесь воздух, видите, вот стенка альвеолы, один слой клеток, и дальше межклеточное вещество, стенка сосуда, и вот уже эритроциты плывут. То есть тут совсем рядом. И небольшое повреждение могут образовываться микротромбы. И в этом смысле аспирин, он же еще мешает тромбообразованию. То есть получается как бы такая двойная от него польза. Но тоже все это непросто, потому что любой вот этот самый нестероидный противовоспалительный, вроде аспирина и бупрофена, повышает риски повреждения желудочно-кишечного тракта, гастриты, язвообразования. Поэтому если вы начали принимать такие препараты, внимательно следите, не появились ли боли в желудке, например. А если у вас была склонность к гастритам, вы прям еще в особой группе риска, связанной вот с таким побочным эффектом противовоспалительных. То есть тут все непросто, особенно если начинаешь применять это хронически. То есть в течение нескольких дней, несколько раз, тогда нагрузка на вот эту систему циклоксигеназ, она оказывается избыточной. Ну вот здесь как раз продолжение вопроса, что была рекомендация Минздрава, что лучше употреблять парацетамол, а не бупрофен. Ну вот как-то, мне кажется, Минздрав уже немножко дал задний ход. Вот посмотрите, возможно, эта рекомендация, она, вот, то есть, ну вот как-то, вот, да, насколько я понимаю, и парафет все-таки больше подходит. В любом случае, что называете, посоветуйтесь с лечащим врачом, который будет принимать ответственность за конкретного пациента, там и все такое. Потому что, еще раз, да, у парацетамола есть куча не очень хорошей побочки, а его эффекты на периферические циклоксигеназы, они не такие уж очевидные. Хорошо. Я не знаю, вот в этот блок вопрос или нет, есть ли понятие иммунологического паспорта? Или дальше мы его рассмотрим? Ну, думаю, что можно дальше. Это как бы вопрос, который касается уже вообще целиком описания системы. Хорошо. Хорошо. Да, про Лизабакт вдогонку тоже. Лизабакт действует именно на уровне полости рта, или он может помочь горлу тоже? Вы знаете, ну, вот эти таблетки, там же в инструкции написано, что они при всяких там тензилитах работают, они довольно хило работают, но, в принципе, опять же, все зависит от того, насколько именно ваши бактерии оказались чувствительны к этой самому лизоциму. То есть, вообще, лизоцимы, они универсальные ферменты, потому что бактерии, которые лезут внутрь организма, это же всеобщая проблема. Поэтому, на самом деле, лизоцимы вырабатываются не только, например, с животными, но и растениями. И какой-нибудь редичный сок, знаете, да, такой есть? Народное средство от простуды, когда редьку пополам разрезают, потом в ямочку делают, и туда немножко меда или сахара. И вот насасывается редичный сок, и дальше эту, это с надобьи надо съесть. Так вот, там, на самом деле, у крестоцветных, у редьки, в частности, очень много лизоцимов. И получается, что редичный сок, он тоже обладает таким прямым антибактериальным действием. Понимаете, вот такие вот средства, они хороши, когда проблема не серьезная. Когда проблема серьезная, там, конечно, уже нужны настоящие антибиотики, которые ту же самую клеточную стенку бактерий будут ломать в несколько раз мощнее, а еще влиять на бактериальные рибосомы или на какое-нибудь копирование бактериальной ДНК. Потому что бактерии, это же прокариоты, это совсем другая группа живых организмов. И у них есть куча специфических процессов, на которые настоящие антибиотики влияют. И при этом крайне желательно, и мы всегда надеемся, что на что-то в человеческом организме они не будут влиять. Вот идеальный антибиотик, он ломает что-то именно у бактерий, а на человека никак не действует. Но, к сожалению, побочка существует. Поэтому есть антибиотики первого выбора с минимальными побочными эффектами. Если не подействовали, то второй выбор, когда побочных эффектов побольше, они более вероятны. И так далее, и так далее. Еще, конечно, нужно осознавать, что антибиотики, вот сам термин, это именно антибактериальные препараты. К антивирусному действию это вообще не имеет никакого отношения. Антибактериальный иммунитет это отдельно, а антивирусный иммунитет отдельно. И специфические молекулы для борьбы с вирусами это совершенно отдельная история. Но и сейчас мы до них постепенно будем добираться. Еще вопрос, наверное, в этот блок. Работают ли препараты интерферона в таблетках? Например, изопринозин. Я, честно сказать, не знаю все эти самые названия, которые используются в аптеках, потому что надо смотреть что-то мелкими буковками. Интерферон. Интерферон, который вводится интраназально в виде капель или, например, используется при ингаляциях, он, конечно, работает гораздо слабее, чем интерферон, который вводится в виде инъекций. И для профилактики, для применения при каких-то первых симптомах вирусной инфекции интерфероны, на мой взгляд, вполне годятся. И дальше, если все улучшается, значит, что-то помогло. Либо сам организм справился, либо интерфероны еще подсобили. Если все становится все хуже и хуже, все острее и острее, то, соответственно, тогда нужно уже по-настоящему лечиться. Ну и в случае гриппа, например, есть уже специфические молекулы, которые мешают именно этому вирусу. Но в случае коронавируса пока таких специфических лекарств не сделали, но очень хочется верить, что сделают. Во всяком случае, вот я, когда, например, слежу за своим организмом, и у меня начинается какая-нибудь простуда, она у меня начинается либо с миндалин, либо с носа. И я как-то так уже к своему организму приспособился, и я знаю, что, видимо, если с носа, то это вирусы, и тогда я закапываю интерферон. А если с миндалин, то здесь, соответственно, бактерии, скорее всего, активировались. И тогда я использую что-то вроде стрейпселса или еще чего-то. Лизобакт я использую, когда щеку, например, прикусил. Вот тогда у меня, например, легко возникают такие воспаления на слизистой, а лизобакт очень даже уместен оказывается. Ну, собственно, есть вот такие противобактериальные, незатейливые препараты. А вот еще вопрос тоже в этот блок. Когда у человека формируется иммунитет? Еще на этапе формирования плода? И какие есть рекомендации для матери по укреплению иммунитета ребенка? Знаете, это давайте после того, как я про антитела расскажу. И вот про отличие вирусной и бактериальной инфекции тоже дальше, да, в другом блоке? Ну да, сейчас мы пойдем к вирусу. Плюсом, конечно. Но сначала мы от врожденного иммунитета и от таких банальных воспалительных реакций перейдем к системе приобретенного иммунитета. И в этой самой системе приобретенного иммунитета тоже есть компонент гуморальный, когда работают молекулы, и компонент клеточный. И гуморальный компонент приобретенного иммунитета Это белки антитела, которые, я уже вначале представлял, имеют вид двузубой вилки. И, соответственно, вот это ручка вилки, а вот это два зубца, к которым будут присоединяться чужеродные молекулы. И эти чужеродные молекулы в иммунологии имеют особое название антигены. Термин антигены очень древний, и на слух кажется, что он с какими-то генами связан. Но нет, к ДНК это не имеет абсолютно никакого отношения. И термин антиген появился раньше, чем термин ген, по крайней мере, когда до молекулярной биологии добрались. Во всяком случае, вот эта белковая молекула, которая присоединяется к чужеродным всяким веществам, в том числе компонентам, например, оболочки вирусов, компонентам бактериальной клеточной стенки, ну, в общем, чего-то чужеродное. Откуда берутся эти самые антитела? А их делает специальная группа лимфоцитов, то есть белых клеток крови, но не занимающихся фагоцитозом. Лимфоциты. И лимфоциты образуют, собственно, эти самые антитела, реагируя на антигены. И этим лимфоцитам помогают Б-лимфоциты. Да, Б-лимфоциты. Б-лимфоциты делают антитела. Б от слова БОН – кость. То есть, Б-лимфоциты, они созревают в красном костном мозге, появляются на свет и созревают в красном костном мозге, и поэтому БОН – кость. Они делают антитела под влиянием антигенов, а им помогают так называемые Т-лимфоциты. Т-лимфоциты – это такие лимфоциты, которые появляются на свет, опять же, в красном костном мозге, а окончательно созревают в тимусе. А тимус – это такой особый орган у нас прямо за грудиной, там внутри грудной клетки. И в этом тимусе формируются две группы лимфоцитов большие. Одна называется Т-хелперы, и они помогают, то есть хелперы от слова «помощь», помогают Б-лимфоцитам. И, честно скажу, мы в эти дебри сегодня не полезем, потому что у нас не так много времени, и я про Т-хелперы забуду, не буду дальше вспоминать. Но, кому интересно, у меня есть пара лекций в сети, которые позволят вам узнать и о Т-хелперах что-то. Нам сегодня понадобится вторая группа Т-лимфоцитов, которая называется Т-киллеры. И слово «киллер», «убийца», оно появилось в иммунологии гораздо раньше, чем в детективах, ну, по крайней мере, в отечественных детективах. И что делают киллеры? Они обнаруживают чужеродные молекулы на поверхности собственных клеток организма. И, обнаружив такие чужеродные молекулы, убивают собственные клетки. То есть, в частности, да, вот они обеспечивают во многом противовирусный иммунитет. Потому что, ведь что такое вирус? Это оболочка из белка, а внутри молекула ДНК или РНК. И зачастую вирус, когда залезает в хозяйскую клетку, свой домик, да, вот эту белковую оболочку, оставляет снаружи, Т-киллер видит, ага, вот проник внутрь, да, враг, и, собственно, берет и начинает выделять разные химические вещества, которые убивают зараженную клетку. И точно так же Т-киллеры поступают с клетками-мутантами, потому что клетки-мутанты, на них тоже какие-то чужеродные молекулы возникают, а клетки-мутанты – это всегда риск онкологии. Вот, поэтому Т-киллеры, они воюют с клетками, зараженными вирусами, воюют с потенциально онкологическими клетками, и мы до них еще доберемся. Но начнем мы все-таки с Б-лимфоцитов и с антител. Значит, как вообще устроена эта система? У нас в организме предсуществуют, то есть в таком как бы виде буквально отдельных клеток находятся миллионы типов Б-лимфоцитов и миллионы типов Т-киллеров. И каждый конкретный Б-лимфоцит, он на своей поверхности содержит будущее антитела. Но я извиняюсь, я не стал рисовать антитела вот уже в виде вот такой Y-образной молекулы. Я его нарисовал, это антитело в виде просто палочки. А вот бактерия. Бактерия, которая прокралась внутрь нашего организма, ее не заметили. Почему так? Фагоциты. Ну, потому что она, видимо, как-то спряталась, замаскировалась. А фагоциты, они же не могут врожденно узнавать все бактерии. Бактерии слишком разнообразны. Вот бактерия прокралась внутрь нашего организма и теперь живет, существует. И вокруг нее возникает как бы такое скопление чужеродных молекул, вот этих самых антигенов. И эти антигены порой это просто мусор, как бы такая перхоть, которая сыпется с бактериальных клеток. А порой, порой это токсины, с помощью которых бактериальная клетка воюет с иммунной системой. Ну, потому что это реально война, да. И как бы бактерии вовсе, да эти же вирусы, да, вовсе не всегда ведут себя как такие скромные воришки, да, тихие и пугливые. А иногда это такие наглые захватчики, ну, как тот же самый коронавирус. Ну, так вот, появилась бактерия и вокруг нее эти самые антигены. И дальше мы видим, что б-лимфоцитов и вот этих самых антител, которые сидят на их мембране, их так много, что обязательно к какому-нибудь варианту антител этот самый антиген подойдет. И если подойдет, а подходит он буквально как ключик подходит к замочной скважине, то такой б-лимфоцит активируется. Активируется, это значит, начинает делиться и в огромном количестве синтезировать антитела. И выбрасывать их в межклеточную среду. И вот уже поплыли антитела, и эти антитела начинают налипать на бактерию. Потому что, видите, бактерия, она выбрасывает антигены, но у нее на поверхности тоже эти антигены. Потому что, ну, как это говорят иммунологи, красить забор и совсем не испачкать в краске, да, невозможно. То есть какое-то количество антигенов находится прямо на поверхности бактерии. Антитела налипла, и вот то, что появилось антитела, да, связанное с каким-то объектом, это знак атаки, знак нападения для фагоцита. Вот фагоцит, который изначально проморгал бактерию, потому что у нее оказались такие свойства, что фагоцит ее не заметил. Но теперь, после того, как антитела налипла, фагоцит бактерию видит очень хорошо. Идет реакция на ручку вот этой Y-образной молекулы, и фагоцит у него на поверхности есть специальные чувствительные белки, которые реагируют на антитела, и он проглатывает бактерию. И, собственно, вот в чем смысл антител. Антитела – это как бы такие стикеры, которые показывают фагоцитам врага. То есть сами по себе антитела уничтожить бактерию, вирус практически не могут. Ну, разве что они могут облепить со всех сторон, и бактерия не сможет двигаться, и вирус не сможет, например, проникнуть в нашу клетку. Но напрямую убить не могут, но зато могут пометить, и фагоцит, увидев антитела, проглотит бактерию, ну и точно так же он может проглотить вирусную клетку, вирусную частицу. То есть задача назначения антител в том, чтобы показать фагоцитам врага, чтобы пометить. В иммунологии это называется красивым словом «апсонизация». Вот показано антитело, вот эта вот часть, это та ручка, на которую реагируют фагоциты, а вот зубья вилки, и здесь ямочка, к которой присоединяются антигены. И еще раз, у нас в организме предсуществуют миллионы типов B-клеток, миллионы типов Т-киллеров, и на поверхности и тех, и других находятся чувствительные белковые молекулы, у которых вот тут молекулярная ямка, рассчитанная на какой-то антиген. И разнообразие антител, оно такое большое, что какая бы чужеродная молекула не попала в наш организм, обязательно найдутся такие B-клетки с такими антителами, которые именно на этот антиген отреагируют. То есть в это очень долго не могли поверить, но действительно это именно так устроено. То есть иммунная система, она готова встретить любую чужеродную молекулу. И если эта чужеродная молекула появилась, начнут размножаться соответствующие B-лифоциты, начнут вырабатываться соответствующие антитела. Ну и, кстати, аналогичная история происходит и с Т-киллерами. У них на поверхности тоже есть чувствительные молекулы, похожие на антитела. И если что-то подходящее, как ключик к замочной скважине, попадает в организм, то, стало быть, именно этот тип Т-киллеров начинает размножаться и атаковать источник инфекции. Вот здесь в качестве примера показаны три антитела, и каждое антитело вырабатывается строго специфично определенным типом, или, говорят, определенным клоном B-лифоцитов. И на концах этой двузубой вилки видите вот такая молекулярная ямочка. И вот эта ямочка, она подходит к прямоугольному антигену. Это к треугольному антигену. Это к круглому антигену. На самом деле, это сложные конфигурации 3D-молекулярные ямки. Их называют, соответственно, паротопы антител. И они настроены на какие-то молекулярные фрагменты чужеродных молекул. Ну, как правило, на довольно небольшие молекулярные кусочки. И если ключик подойдет к этой самой замочной скважине, вот тут и произойдет активация соответствующего типа B-клеток. Ну, вот показано это в таком карикатурном виде, где антитело изображено в виде рака. И две клешни рака – это вот эти самые паротопы. А нос – это кусок здоровенного, например, чужеродного белка, который обладает свойствами конкретного антигена. То есть не весь, например, чужеродный белок обладает свойствами антигена, а относительно его небольшой кусочек, например, длиной в 10 аминокислот. То есть для того, чтобы запустить производство антител, не нужен весь чужеродный белок, достаточно довольно небольшого его фрагмента. Если мы, например, хотим запустить производство антител к какому-нибудь коронавирусу, нам нужен кусочек специфичный именно для этого коронавируса, кусочек специфичного белка. И тогда мы сможем активировать соответствующий клон тип B-клеток и получить эти самые антитела. Но, правда, получить не быстро, потому что для того, чтобы B-клетки разделились в большом количестве и в цитоплазме стало много антител именно этой группы, нужно дней 10, а то и 15. И процесс этот, к сожалению, не быстрый. Вот это еще раз показано уже в виде картинки из иммунологического учебника. Посмотрите, раз, два, три – это три типа Б-лимфоцитов. И здесь, если присмотреться, круглая ямка, здесь треугольная, здесь прямоугольная. А вот антиген с такими треугольными активными участками, они называются эпитопы. И эпитоп антигена подходит к паратопу антитела. И вот именно второй тип B-лимфоцитов активировался. Вот он делится, и клетки начинают очень активно выбрасывать антитела. И вот они уже поплыли для того, чтобы пометить вот эту вредоносную бактерию. И что интересно, вот делится этот клон, и подавляющее большинство клеток начинают вырабатывать антитела. Но некоторые, некоторые остаются в состоянии на старт, внимание, и вот команда марш для них не прозвучала. Это так называемые B-клетки памяти. Вот достаточно будет через месяц, а может через год, даже небольшому количеству этого антигена проникнуть в организм, как эти клетки очень быстро и легко стартуют, начинают опять же размножаться. И при повторном проникновении инфекции наработка антитела идет уже не за две недели, а буквально за два дня. Это, собственно, и есть приобретенный иммунитет. То есть, если когда-то какая-то чужеродная штуковина, бактерия, вирус, залезла в наш организм, и сформирована была вот эта реакция, то есть активировался и многократно разделился соответствующий клон B-клеток, дальше на многие годы, а иногда и пожизненно, у нас в крови именно этих B-клеток будет много, и будут плавать антитела, и соответственно реакция будет на готове. То есть, если вы погуляли вечером в сырую, холодную погоду, и к ночи у вас из носа потекло, и начало вас так немножко познабливать, так это прекрасно. Это значит, что бактерии и тот вирус, которые в вас лезут, они уже знакомы вашей иммунной системе. И вот она уже начала борьбу, вот уже антитела налипли на источник инфекции, вот уже фагоциты их едят, выделяя медиаторы воспаления, и поэтому надо просто помочь иммунной системе не бегать, не прыгать, может поспать на следующий день подольше, витаминчиков выпить, и все такое прочее. Гораздо опаснее, если вы погуляли в плохую погоду, и ничего, а только через 5 дней почувствовали, что вот что-то случилось. То есть, инкубационный период прошел, а исходного возбудителя иммунная система не поймала, потому что оказался этот возбудитель неизвестен. Вот, наверное, самые важные графики в иммунологии, как возрастает количество растых вариантов антител при первичной инфекции, и видите, пик достигается только на 14-й день, а вот когда второй раз тем же самым заразилось, здесь, значит, все очень быстро активируется, и уже через 2 дня почти на таком же уровне, а если учесть, что это кривая, это логарифмическая, то здесь, конечно, вторичная реакция, реакция уже обученной иммунной системы, она, конечно, мощнее, и у возбудителя шансов почти не остается. Ну вот, в таком карикатурном немножко виде все это показано, то есть опять 3 типа B-клеток, один из них активировался, и вот он делится. Ну а остальные типы B-клеток, видите, они как бы впадают в депрессию, но напрасно, может быть, они еще пригодятся, и если какие-то B-клетки пока не сработали, это всего лишь значит, что эта инфекция в нас еще не проникла. Но не факт, что через год или через два что-то похожее в наш организм полезет. Но в принципе, да, действительно, из огромного разнообразия B-клеток, миллионов типов B-клеток, срабатывает, видимо, по ходу всей нашей долгой жизни, ну, довольно небольшой процент. Поэтому B-клетки их сравнивают с такими принцессами на белой башне, да, вот видите, принцесса Фиона, вот, и эта принцесса всю жизнь ждет, прискачет ли рыцарь на белом коне, ну, то есть не появится ли антиген. Вот, и те принцессы, которые дождались, они размножаются, да, и вот уже много этих самых клонов именно этого типа B-клеток. И подобная же история случается с Т-киллерами. У них на поверхности существуют белковые молекулы, похожие на антитела, но, как я уже сказал, они реагируют на чужеродные молекулы на поверхности наших собственных клеток. То есть миллионы типов Т-киллеров все время как бы обнюхивают наши клетки, а не появилось ли там чего-то чужеродного или мутантного. И если что-то такое обнаруживается, то соответствующий клон Т-киллеров начинает опять же активно делиться. Это раз. И во-вторых, он нависает над клеткой-мишенью и начинает травить ее разными ядами, активными формами кислорода, ферментами и так далее. То есть вот снизу здесь на картинке показана клетка-мишень, а над ней навистый киллер, вот здесь тоже навистый киллер, и ее всячески повреждает и в итоге убивает. То есть вообще работу Т-киллера сравнивают, знаете, в ситуации, как вот бывают такие фантастические фильмы, скажем, город, да, а над ним огромная летающая тарелка, которые весь этот город там из лазерного оружия поливают. Вот Т-киллер, он так относится к зараженной клетке. То есть зараженной клетке, раковой клетке, никто не лечит клетку, зараженную вирусами. Иммунная система не умеет это делать. Она действует по принципу, если в домик забрались тараканы, надо сжечь домик. Вот, и это делают Т-киллеры, это делают Т-киллеры, но при этом, да, никто не мешает кускам вируса запустить формирование антител, то есть подействовать на Б-лимфоциты, и Б-лимфоциты образуют антитела, и эти антитела налипнут на клетки, зараженные вирусами, и помогут Т-киллерам, и даже фагоцитам, опять же, бороться с вирусной инфекцией. То есть в итоге реакция на вирус, она очень компонентная. Вот смотрите, я тут прорисовал основные моменты противовирусного иммунитета. Значит, вот вирус пока что снаружи. Вот, когда он проникает в наш организм, его встречают уже белки антитела, которые у нас есть в слюне, в слизи дыхательных путей, в слизи кишечника. То есть часть антител, они выделяются прямо туда. И если это вирус, знакомый нашему организму, эти самые антитела, они называются иммуноглобулины А, они могут налипнуть на вирус, и дальше его не пустить, и тогда вообще никакого заражения не случится. Ну и так, кстати, действуют, например, антитела материнского молока, потому что в составе материнского молока, особенно молозива, который на первых днях кормления идет, там очень много антител. Но если вирус все-таки проник в организм и заразил клетку, следующий уровень обороны – это интерфероны, которые, как я уже сказал, останавливают белковый синтез и могут помочь остальной иммунной системе подвести, так сказать, защитные порядки, там и все такое прочее. И здесь работают клетки натуральные киллеры. Натуральные киллеры – это врожденный компонент иммунной системы, который врожденно, без особой настройки, то есть на генетическом уровне, узнает несколько десятков типичных мотивов вирусных оболочек. И натуральный киллер способен узнать вот эту оболочку вируса на поверхности клетки и убить клетку. Но основную работу выполняют Т-киллеры, которых миллионы типов и которые могут дополнительно настраиваться. То есть, вот, соответственно, если не удалось остановить вирусную инфекцию на этом уровне, то вирус начинает размножаться и вот его уже много в межклеточной среде. Вот синие кружочки – это вирусы. Если к этому моменту наработанные антитела, антитела могут выключить вирус, но дальше, дальше, да, начинается уже совместная работа антител, которые налипают на зараженным вирусом клетку, Т-киллеров, вот, а по антителам, видите, работают натуральные киллеры, фагоциты, ну, в общем, возникает вот такая системная-системная реакция. Ну, и, собственно, заканчивая такой второй кусочек, давайте все-таки чуть-чуть подробнее поговорим про вирусы. То есть, вирус – это действительно белковая оболочка, которая садится на клетку, из нее выходят молекулы ДНК и РНК, которые выключают хозяйскую клетку и совершенно меняют в ней обмен веществ, составляя хозяйскую клетку, нашу собственную клетку, да, работать на вирус. Ну, и до этого момента, да, наверное, самыми изучаемыми вирусами были вирусы иммунодефицита, вирусы гриппа, а сейчас вот выходит на первый, как бы, уровень интереса это вот коронавирус. Есть ДНК-вирусы, ну, например, вирусы Герпеса, а есть РНК-вирусы, которые для того, чтобы копироваться, должны тащить с собой специальные молекулы, которые называются обратной транскриптазой, репликазой, интегразой. Все это определяется конкретным циклом жизни конкретного вируса. Ну, вот, например, вирус ВИЧ. Значит, это РНК-вирус, который тащит с собой фермент, называемый обратная транскриптаза. И эта обратная транскриптаза, она на вирусной РНК создает вирусную ДНК. Вирусная ДНК встраивается в ядро клетки захваченной и начинает иногда копироваться и синтезировать вирусную РНК, вирусные белки, и аккуратненько вирус отпочковывается от хозяйской клетки, не убивая ее. Ну, или, скажем так, довольно редко убивая ее. То есть ВИЧ – это такой ползучий вирус, который вот первая инфекция, первые, не знаю, 2-3-4 недели выглядит как ОРЗ, потом на несколько лет вирус как бы прячется, а потом уже повреждение, такое заражение вирусом оказывается настолько тотальным, что рушится иммунная система и многие другие системы организма, и человек начинает болеть всякими побочными сопутствующими инфекциями, а еще онкология начинает с большей вероятностью проявляться. И вот как борются с ВИЧ? А в основном вот специфическая борьба, она связана с тем, чтобы выключить обратную транскриптазу, то есть фермент, который нужен для того, чтобы на вирусной РНК получилось ДНК. Выключить интегразу, фермент, который приводит к тому, что вирусная ДНК внедряется в нашу ДНК и так далее, и так далее. И это специфические препараты против ВИЧ, которые, конечно, ужасно востребованы. Значит, в случае коронавируса SARS, вот тот, который сейчас шагает по планете, это тоже РНК-вирус, но это вирус без обратной транскриптазы. Он тащит с собой всего-навсего фермент, который называется репликаза. И репликаза копирует многократно вирусную РНК. Дальше эта самая вирусная РНК влезает в рибосомы зараженной клетки и запускает синтез вирусных белков. Ну, а точнее, одного очень длинного вирусного белка, который с помощью еще специального вирусного фермента, протеазы, режется на функциональные кусочки. И из этих кусочков получается оболочка вируса, коронавируса. Сюда же подходит часть вируса из копированной РНК, и вот бац, появился новый коронавирус. Ну, кстати, коронавируса, как известно, нужна для посадки вируса на клетку дыхательных путей. Там есть специальные рецепторы так называемого ангиотензин, превращающего фермента, и вирус использует их как некую точку узнавания, и по ним в основном влезает. Так вот, наши надежды на специфическое лечение SARS, они связаны с тем, что мы сумеем заблокировать как-то работу вот этих ферментов, то есть точно так же, как в случае ВИЧ. И уже сейчас вот появились буквально 2-3 дня назад данные о том, что есть молекула так называемых альфа-кетамидов, которые довольно специфично блокируют вирусную протеазу, то есть не дают разрезать вот этот большой вирусный белок на функциональные участки. Или, например, есть данные, что препараты против малярии, они делают концентрацию ионов водорода в цитоплазме слишком низкой, и при такой низкой концентрации, то есть при, по сути, защелачивании межклеточной среды, вирус тоже размножается хуже. Вот в идеале мы должны найти какие-то такие молекулы, которые бы специфично остановили именно SARS-CoV-2, то есть тот вирус, который сейчас так плохо подействовал на человечество. Ну и буквально сегодня пошла новость из Америки о том, что берутся люди, которые уже переболели коронавирусом, их призывают стать донорами, чтобы из их крови выделить антитела против коронавируса. То есть это будет то, что называется сыворотка. То есть уже готовые антитела можно использовать для того, чтобы, например, заблокировать корону, а антитела в основном получаются короне. Вот эта корона, она очень специфична, и ее много, и вот эти самые Б-клетки, они в основном на эти белки реагируют, создают антитела, и эти антитела могут облепить корону и не дать вирусу присоединиться. Ну, как бы, очень хотелось бы верить, что эти антитела довольно быстро научатся создавать, не только, так сказать, вернее, не только выделять из крови переболевших людей, но и создавать, например, с помощью методов генмодификации, и тогда у нас появится сыворотка от SARS. Сыворотка. Ну, а как бы в перспективах, конечно, вакцина, но про вакцинацию мы с вами будем дальше говорить. Это вот как раз показан кусочек статьи в той статье, где работали с альфа-кетамидами, то есть со специфическими блокадерами протеазы SARS, и это, конечно, очень интересно и очень перспективно. Так, ну вот я закончил второй кусочек, и, пожалуйста, я готов послушать вопросы. Да, хорошо, переходим к вопросам. Вопрос от Ольги. Вы сказали, что 90% вирусов бактерий известны организму, но 10% иммунитет не встречал. Откуда в организме формируются миллионы вариантов ключей к антигенам, которые неизвестно, как они формируются? В процессе заражения? Нет, миллионы вариантов ключей к антигенам формируются за счет того, что тот ген, а точнее те гены, которые отвечают за возникновение антител и за возникновение рецепторов-текиллеров, там в красном костном мозге, когда эти клетки делятся, происходят управляемые мутации. И возникают миллионы мутантов, каждый из которых становится предшественником определенного клона Б-клеток или Т-клеток. Ну, я не знаю, насколько это воспринимается на слух, но могу сказать, что, по-моему, в 1988 году за открытие этого процесса была выручена Нобелевская премия по физиологии и медицине, потому что то, что у нас в крови миллионы типов Б-клеток, стало понятно еще в середине 20 века. А дальше логика была какая? Ага, миллионы типов Б-клеток, миллионы типов антител. Значит, на каждое антитело свой ген. У нас что, миллионы генов антител? Такого же не может быть. И действительно, не может быть. Обходимся буквально парами десятков генов, но эти гены режутся на кусочки, комбинируются, и получается безумное количество вариантов, которые, соответственно, дальше внутри красного костного мозга тимуса специально отбираются. То есть нужно, чтобы все эти антитела не реагировали на собственные молекулы организма. И вот этим подрастающим Б-лимфоцитом там специальные клетки показывают кусочки собственных белков организма, и если это еще незрелая Б-клетка на эти кусочки реагирует, то ее убивают. Потому что иначе будет аутоиммунное заболевание. И остаются только те, которые ни на что не отреагировали, а значит, они будут реагировать на что-то чужеродное. И представляете, интенсивность и разнообразие мутационного процесса такое, что закрываются все возможные варианты антигенов. В это сложно поверить, но это вот именно так, и как бы все это сейчас доказано. Причем этот процесс отдельно идет для Б-клеток и антител, и для Т-киллеров, и их белков-рецепторов, которые реагируют на чужеродные молекулы, на поверхности собственных клеток организма. Спасибо. Вот следующий вопрос. Значит, у меня в Архе есть две лекции, посвященные основам иммунитета, и там, собственно, вы можете более подробно все это посмотреть в Ютубе. После того, что я вам рассказал, вы, я думаю, вполне готовы посмотреть это уже в более таком серьезном варианте. Тут мне приходит комментарий, что достаточно серьезный. Ваш вопрос, это один из таких вековых вопросов иммунологии, который, собственно, Тенегава, Зуми Тенегава, японский иммунолог, решил, да, получил Нобелевскую премию. Хорошо, спасибо. Да, следующий вопрос. А почему коронавирус долго живет на поверхностях? А ведь вирус гриппа быстро погибает в воздухе. Ну, вы знаете, это уже специфика тех структурных белков, которые вот в конкретном вирусе, то есть грипп почему-то более хлипкий, коронавирус попрочнее. Ну, как правило, это связано с первичной структурой белков, ну, скажем, там больше этих самых остатков пролина или еще чего-то. То есть это вот. В принципе, понимаете, ведь вирусы, они тоже проходят некий эволюционный процесс, да, то есть они эволюционируют для того, чтобы быть более жизнеспособными и там более заразными, там и все такое прочее. Вот. Ну и если какие-то свойства полезные для вируса появляются, так сказать, по ходу вот его существования, это значит, что с ним случилась какая-то полезная мутация, и он эту мутацию подхватил. То есть получается, что коронавирус, он по ходу своей эволюции набрел на мутацию, которая сделала его более прочным, а гриппу не повезло, он не нашел такую мутацию. А нам, соответственно, меньше повезло, потому что коронавирус приобрел дополнительное оружие, но есть вирусы гораздо более устойчивые, чем коронавирус, так что тоже, в общем, еще, как сказать, есть гораздо более вирулентные, одного вируса, там какой-нибудь ветряной оспы, достаточно, чтобы заболеть. Поэтому коронавирус это вовсе не самый страшный, конечно, вирус, я думаю, все это уже поняли, но при этом все равно он опасен и да, вот те меры, которые принимаются, они, на мой взгляд, вполне оправданы. Следующий вопрос. Бывает ли, что иммуноглобулин А не работает, а работает вторая ступень? Да, конечно. То есть это, по сути, смотрите, вот все, что там было нарисовано в этой антивирусной схеме, это все линии обороны. То есть иммуноглобулин А это первая линия обороны. И, соответственно, вот, например, почему так полезно кормить ребенка молоком материнским, да, эти самые психологи уже давным-давно показали, что если ребенка хотя бы там до 8 месяцев мама кормила грудью, у него IQ в среднем на 5 единиц выше. А 5 единиц, между прочим, это, ну, это много, да, то есть высшее образование это 10 единиц IQ. То есть если вас хотя бы 8 месяцев кормили грудью, это считайте, вы уже пол института закончили, да, вот, потому что ребенок, которого мама кормит своим молоком, он получает вместе с материнским молоком мамины иммуноглобулины, а которые защищают его от кишечных инфекций. Вот, и это, это очень важный фактор. Ну, а на самом деле, да, ребенок, вот, кстати, вопрос, на который я не ответил в прошлой, так сказать, паузу, да, значит, ребенок получает, когда растет у мамы там внутри, в матке, через плаценту весь набор маминых иммуноглобулинов. И мы рождаемся с, как бы, маминой сывороткой, да, в крови, и этого хватает примерно на год. И за этот год наша иммунная система должна уже развернуться, наработать собственные, как бы, вот эти самые активированные клоны болимфоцитов и все такое прочее, вот, потому что где-то через 8-10 месяцев эти иммуноглобулины мамины, которые прошли через плаценту, они уже все разрушаются, и мы остаемся один на один с инфекцией. Вот, собственно, так важно, опять же, вовремя подбросить там вакцины и все такое прочее, но про вакцинацию у нас будет в третьей части нашего разговора. Вот, не сработали иммуноглобулины, следующий уровень, да, интерфероны и натуральные киллеры, они не сработали, начинают работать болимфоциты и Т-киллеры. Вот, и в конце концов, да, иммунная система, вот, когда возникает, например, рачаг застойной вирусной инфекцией, она вся там собирается, и в итоге возникает, в конце концов, все равно, все тоже воспаление, потому что, посмотрите, вот, налипли на зараженную клетку антитела, так сюда же еще и фагоциты придут, и они запустят, опять же, отек легких, там, и все, вот, и в разумных количествах, это хорошо, потому что идет война, но в неразумных, это все же сбросить ядерную бомбу, да, и вообще все выжечь, вот, и вот уже дыхание останавливается, потому что легкие, залиты слизью, вот, аппарат ИВЛ использовать плохо, потому что поврежденные альвеолы, они очень хрупкие, можно их все порвать, и тогда будут, даже если человек выздоровеет, да, всякие там рубцы, и снижение жизненной емкости легких на 20-30%, поэтому так все это важно, важно на разных стадиях, той же самой коронавирусной инфекции, например, контролировать процесс воспаления, и когда все это уже на такой высокий уровень выходит, опасный, начинать серьезно использовать противовоспалительные препараты, вот, да, да, потому что реально, вот, в тяжелых случаях, иммунная реакция, иммунная система все равно создает некую системную реакцию, то есть и Т-киллеры, и Б-клетки с антителами, и фагоциты, они все объединяют свои усилия, ну, и иногда получается такая выжженная земля. Да, пожалуйста. Вопрос про атопический дерматит еще поступил. У нас аллергии в следующем кусе. И про отличие инфекции вирусной от бактериальной, вы начинали говорить, а есть еще что-то? Нет, ну, собственно, это совершенно два разных мира, да, то есть бактерия, это клетка, с оболочкой из муриина, с теми свойствами, которые присущи клетке, то есть там есть рибосомы, ДНК, она делится, а вирус, вирус, он начинает работать только тогда, когда залез в хозяйскую клетку, то есть до этого это просто комочек молекулы. А дальше, вот видите, вот, например, да, вот тот же самый САРС, вот он своей короной присоединился к этим самым рецепторам ангиотензин, превращающего фермента. Кстати, этих рецепторов больше у людей, которые принимают блокаторы ангиотензин, превращающего фермента. А кто не в курсе, эти блокаторы – это важный препарат для лечения гипертонии. Всякие там капотены и так далее – это вот это. То есть люди, которые эти препараты принимают, они в зоне риска и из-за того, что просто у них гипертония, а еще у них повышена концентрация этих самых рецепторов, и САРС на них легче садится. Ну вот, вот он садится, и дальше, смотрите, вот коварство опять же САРС, он целиком уходит в клетку. Он не оставляет снаружи оболочку. Он целиком уходит в клетку, и дальше, собственно, вирусная РНК начинает копироваться, и половина идет РНК на то, чтобы зарядить новые вирусы, а половина на синтез белка. Образуется белок, режется на кусочки, и прямо на эндоплазматической сети и на комплексе Гольджа начинает формироваться вот эта корона. Прямо в мембрану нашей собственной клетки, представьте, встраивается. Сюда вот РНК, и потом это замкнулось, и опс, новая вирусная частица выплыла. И причем, когда выплывет много вирусных частиц, хозяйская клетка погибнет. То есть, в этом смысле атака более агрессивная идет, чем в случае, например, ВИЧ, потому что ВИЧ там довольно аккуратное такое отпочковывание вируса. И клетка, которая заразилась вирусом иммунодефицита, она живет себе и живет, но правда работает хуже, а иммунные клетки все-таки погибают. Но ВИЧ – это отдельная история. А здесь, здесь вот от этого выхода и SARS, и близкого к ним, к ним вируса вот этого, который МЕРС, тоже коронавирус, здесь хозяйская клетка погибает, и возникает вот это повреждение альвеол. А там, еще раз повторяю, всего один слой клеток. Если бы вы его разрушили, дальше инфекция уже любая, любой другой вирус, любая бактерия очень легко, например, попадает в кровоток. Очень мощно взаимодействует с теми лимфоцитами, которые фагоцитами, которые там циркулируют. Возникают мощные очаги воспаления, заражение крови, сепсис, в общем, куча всяких неприятностей. Питокиллеры его не могут найти, вопрос поступает. Т-киллеры его не могут... Нет, с Т-киллерами все несколько сложнее, конечно, чем я рассказываю. Почему? Потому что вот все-таки вот это убийство клетки, оно происходит не сразу. И клетка, которая заражена... Убийство клетки вирусом, да, в результате размножения. И клетка, которая заражена, она начинает сама чужеродные вирусные белки выставлять на поверхность. То есть у наших клеток есть специальный механизм, он связан с так называемыми белками главного комплекса гистосовместимости первого типа, извините за длинное название, в иммунологии все названия длинные. Есть так называемые MHC первого типа белки, которые берут чужеродные белковые молекулы, режут их на кусочки и выставляют на своей поверхности. То есть вирус может даже целиком сюда спрятаться, и тогда его не заметят натуральные киллеры. Но с помощью MHC первого типа кусочки вирусов клетка все-таки успеет выставить на свою поверхность и успеет просигнализировать Т-киллером, и они начнут размножаться. Но правда они будут повреждать тот же эпителий. Понимаете, в чем проблема? То есть они будут убивать зараженные клетки, они будут мешать размножаться вирусом. Но повреждение альвеола все равно оказывается очень большим. То есть в этом смысле здесь, в этой системе роль Т-киллеров, она как бы такая позитивная, но какая-то неоднозначно позитивная. Потому что если бы это было где-то в коже, или там, не знаю, в мышцах, там, ну да, убил один слой клеток, а под ним еще 15. А здесь-то, да, здесь-то до крови совсем рядом. Но тем не менее зараженная клетка может сама выставлять кусочки вирусных белков, и тогда Т-киллеры их видят, начинают размножаться. Ну, вот на этой схемке показаны вот эти белки главного комплекса гистосовместимости первого типа, MHC первого типа. И вот эта синенькая штучечка, это фрагмент вирусного белка, который зараженная клетка выставила. Ну, опять же, вот еще раз даю отсылку на лекции моей в Архе. Там две лекции, примерно 4 часа в сумме получится, 4,5. Там я про белки главного комплекса гистосовместимости рассказываю. Посмотрите это. Вообще, идея рассказать за час-полтора про иммунитет, она довольно такая непростая. Это все равно, что за час-полтора рассказать про всю работу мозга. И понятно, что некоторые вопросы мы только вскользь затрагиваем, потому что иммунная система, она не менее сложная, чем работа мозга. Ну, я это могу совершенно ответственно заявить, потому что моя как бы главная любовь это все-таки мозг, а иммунная система это вторая любовь, которой я вот уже увлечен лет 15, а мозгом я занимаюсь все 30 лет. И могу сказать, что работа иммунной системы она не менее сложна, а местами даже более сложна, потому что в мозге хотя бы клетки стоят на месте, а в иммунной системе они все время перемещаются, передвигаются, и иммунитет, не знаю, правой руки в общем не очень такой, как иммунитет левой ноги, а иммунитет левой ноги сегодня один, а завтра другой, потому что пришли одни клетки иммунные, там лимфоциты, ушли другие, в общем все это очень так интересно и так, 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 такие завихрения, да, в состоянии нашей иммунной системы. Вот я не знаю, в тему или нет, будет в этом блоке, а почему у одних людей возникает цитокиновый шторм, а у других нет? Ну вот этот самый цитокиновый шторм, это по сути такое системное воспаление, которое возникает, развивается тогда, когда повреждение эпителия, оно, в альвеолах, да, оно доходит до какого-то критического уровня, то есть в этот момент выделяется куча вот этих самых медиаторов воспаления, они, собственно, и называются цитокины, то есть любая из клеток, которые нарисованы вот на этой схеме, и натуральный киллер, и этот самый Т-киллер, а еще фагоцит, а еще любой Б-лимфоцит, он когда работает, он в межклеточную среду выбрасывает специальные сигнальные молекулы, но можно сказать гормоноподобные молекулы, но только в иммунной системе они называются особым словом цитокины, вот в мозге молекулы, которые несут сигналы, они называются нейромедиаторы, в эндокринной системе гормоны, а в иммунной они называются цитокины, и цитокиновый шторм, он по сути, вот по крайней мере в легких, характерен тем, что возникает опять-таки избыточное воспаление, из-за этого избыточного воспаления, отеки, повреждения, то есть иммунная система как бы слишком энергично реагирует, и если мы ее не успеваем остановить, то повреждения легких становятся необратимыми, а это еще потому, что легкие очень нежная структура, вот, так что цитокиновый шторм это про это, поэтому начинают лихорадочно использовать противовоспалительные препараты, причем не только даже вот относительно как бы легкие вроде вот блокаторов циклоксигеназа, но и тяжелые такие, как глюкокортикуиды. Хорошо, Вячеслав Альбертович, спасибо, давайте тогда переходить к третьему блоку, это будет блок про вакцинацию, вот у нас просят, причем просят рассказать, как можно более доступно, вот, если да, как бы нормально, вот, про аллергии, правильно я понимаю, мы говорим аллергия, аллергия, вакцинация, ну там есть, да, чуть-чуть онкологии, чуть-чуть аутоиммунка, да, то есть несколько таких прикладных вопросов. Ну вот, начинается этот раздел, опять с картинки, где показана крепостная стена, которая, так сказать, осаждается захватчиками, и вот, видите, тут и рыцари дерутся, и из лука стреляют, и чем-то там поливают, то есть идет вот постоянная такая война. Ну и дальше, собственно, да, если человек чем-то заболел, а потом выздоровел, то у него активированы клоны Б-клеток, наработанные антитела, и возникает, в общем, такая очень понятная идея, а зачем же болеть реальным заболеванием, если можно просто ввести готовые, выделенные из возбудителя, антигены. То есть иммунная система реагирует не на бактерию целиком, не на вирус целиком, а на небольшие кусочки их молекул, антигены. Так давайте мы возьмем антиген и введем в организм. И мы сможем активировать те же самые клоны Б-клеток, те же самые группы Т-киллеров, и, не болея реальным заболеванием, получить защиту. И вот в этом идея вакцинации. Причем вакцинацию, как известно, обнаружил Эдвард Дженнер буквально на интуитивном таком уровне в конце 18 века. Представляете, 1798 год. Он заметил, что доярки практически не болеют черной оспой. А черная оспа это тяжелейшее вирусное заболевание с 50% смертностью. Вот вы видите этого страшненького мальчика. И, соответственно, Дженнер предположил, что каким-то образом коровья оспа, которая иногда бывает на вымяне коров, вот это изображено коровью вымя, и которая иногда вызывает у доярок что-то похожее на вот эти такие вздутия, которые при настоящей оспе, каким-то образом эта оспа, она защищает коровья от настоящей оспы. То есть, это было чисто интуитивное озарение. Значит, Дженнер сумел убедить своих коллег-врачей, более того, саму английскую королеву, и началась первая вакцинация. Вакцинация от слова вакка, корова, то есть, жидкость вот из пузырьков коровьей оспы. Ну и вот вы видите карикатуру из тогдашнего английского журнала, то есть, больше двухсот лет тому назад тоже была масса противников вакцинации. И что мы видим на этой карикатуре? Вот, значит, злобный Дженнер. Да, шприцов тогда не было, поэтому надо было процарапать руку и втереть туда жидкость из коровьих пузырьков. Вот, значит, нехороший Дженнер, это его еще более неприятные помощники, а это страдающий английский народ, у которого, видите, вместе вакцинации вырастают из руки коровы, или вот изо рта корова, да, из носа корова, там кто-то уже вот рожает корову, ну, в общем, творится ужасное безобразие, ну, и для вязчей убедительности, видите, тут вот еще на стенке золотой телец из Библии. Ну, в общем, критика-критика, а на самом-то деле полная фигня, потому что эта вакцинация, это работает, и с этого момента, да, все поняли, что эта технология, она очень даже защищает, и Дженнер получил все мыслимые награды, звания там и все такое прочее, хотя логика вакцинации стала проясняться только где-то лет через 50, когда уже начал работать Луи Пастер, и поняли, что есть бактерии, а потом еще открыли вирусы, и поняли, что можно взять ослабленную, а лучше дохлую бактерию или вирус и превратить в вакцину. То есть вакцина, вакцина, это, как правило, разрушенный, погибший возбудитель, а иногда отдельные молекулы из оболочки вируса, из... и они вакцина, Встреча с БЦЖ Встреча с БЦЖ Встреча с БЦЖ Встреча с БЦЖ Это родственник нашего вируса оспы, и там есть общие элементы в этих самых вирусных белках. И если ввести коровью оспу, то она, конечно, в человеке размножаться не может, но иммунная система, получив вот эти кусочки антигена, она настроится и настоящую оспу не пропустит. Дальше, когда всю эту логику стали понимать, стали разрабатывать вакцины на основе собственного возбудителя, но только брали этого возбудителя и начинали их жутко мучить. Например, есть палочка Коха, то есть палочка туберкулезная. Как ее превратили в прививку против туберкулеза, в БЦЖ? А в течение довольно многих лет, больше 10 лет, эту самую палочку Коха высаживали на всякие ядовитые среды, нагревали, травили ртутью и в конце концов, судя по всему, вызвали такую мутацию, что эта палочка стала безобидна для человека, ну почти безобидна. Но при этом сохранила антигены, такие антигены, которые позволяют настроиться и на настоящего возбудителя туберкулеза. И возникла вот эта самая бацилла Кальмегерена, которая БЦЖ, которая используется по всю пору. Но все-таки сейчас живые вакцины практически не используются, по крайней мере в человеческой клинике. Они используются в ветеринарии. Живая вакцина, она более эффективна, потому что даже слабый возбудитель, если вы его ввели, он будет некоторое время цепляться за жизнь, размножаться, и значит антигенов будет больше. Но живая вакцина всегда есть риск возникновения реального заболевания, пусть очень маленький. Вот БЦЖ практически такого риска не дает. А вот, например, в 60-е годы, когда возникли вакцины против полиомиелита, бывали истории, когда вакцинация вызывала реальный полиомиелит. Но в итоге сейчас живые вакцины практически не используются, исключение БЦЖ и ветеринария. А в человеческой клинике используются мертвые вакцины. Убитые бактерии, убитые вирусы, которые, естественно, внутри организма размножаться не могут. А чаще даже фрагменты вирусных оболочек, фрагменты клеточной стенки бактерий, а иногда прямо отдельные кусочки молекул. И возникают очень направленно действующие вакцины, но такие вакцины приходится вводить уже повторно. Потому что если вы просто вводите кучку молекул, то этого может оказаться недостаточно для формирования надежного иммунитета. То есть, например, те же Б-клетки могут не получить достаточно сильную команду. Поэтому ревакцинация, скажем, кухлюш какой-нибудь, вы вводите, и возникает иммунитет с вероятностью 90%. Если вы второй раз введете, то будет уже вероятность 99%. Третий раз 99,9%. Это уже та вероятность, на которой можно существовать. Потому что для того, чтобы не возникало эпидемии взаимного заражения, нужно, чтобы число устойчивых было достаточно велико. Ну, хотя бы там 70%, а лучше 90-95%. Вот тогда эпидемия не формируется, не останавливается, не развивается. Ну, вот табличка, которую я показываю, когда рассказываю про историю вакцинации. И здесь, конечно, каждое имя – это миллионы и миллионы спасенных жизней. В том числе Владимир Хавкин, который в конце, вы видите, 19 века сделал вакцины против холеры и чумы. И посмотрите, примерно пополам это бактерии и вирусы. Ну, пожалуй, даже вирусов побольше будет. Потому что и витриная, и оспы, и гепатиты А, и В, и ротовирус – это все, конечно, вирусные инфекции. И, собственно, есть антивирусные вакцины, и есть антибактериальные вакцины. Ну, вот здесь вы видите как раз варианты антивирусные. И полиомиелит, гепатит В, корь. И показана статистика, сколько было заболевших до вакцинации, сколько их стало. Вот видите, с полиомиелитом, да, тяжелейшее заболевание. Вот здесь не удалось вначале создать эффективную вакцину, но уже к 70-м годам все, заболеваемость сведена к нулю. Или вот паратит, то, что называется свинка. Вы читаете старые книжки, и там дети болеют свинкой. А сейчас они не болеют свинкой, потому что нет такого заболевания. Это вакцины. И вакцинироваться надо вовремя, да, иначе вы создаете риски настоящих заболеваний. И мы, конечно, изо всех сил сейчас мечтаем, что будут созданы вакцины против коронавируса. И действительно, наиболее перспективными участками, антигенами для создания таких вакцин являются фрагменты вот этой короны. То есть те белки, которые покрывают коронавирус, и с помощью этих белков коронавирус присоединяется к рецепторам ангиотензин, превращающего фермента. И дальше в разных лабораториях мира, в десятках лабораторий мира, пытаются использовать эти фрагменты, создать вакцину, ну, например, внедрив этот кусочек внутрь какого-то вируса, который довольно легко размножать, а потом размножить такой генмодифицированный вирус, а потом получить из него кучу дохлых кусков и использовать как вакцину. Ну, в общем, вот в эту сторону, да, в основном сейчас идут исследования. То есть корона коронавируса – это основная мишень для создания вакцин. Несколько слов про аллергии. Иммунная система порой работает чрезмерно активно, и возникает та же самая сильная воспалительная реакция и наработка антител при появлении безобидных веществ. То есть проблема в чем? Иммунной системе, собственно, все равно, что является источником антигена. Это может быть бактерия, вирус, а может быть еда, а может быть что-то, что вы вдыхаете, например, шерсть любимого котика, или вот видите здесь хитина тех самых пылевых клещиков. А пылевые клещики, они вездесущие. То есть если у вас дома есть ковры, старая мягкая мебель, которая 10 лет, любимые мягкие игрушки, которым тоже 10 лет, пуховые подушки, одеяло из настоящей верблюжьей шерсти и все такое прочее, вы послушайте, они там внутри грызут. И хитин этих самых клещиков – это аллерген, это то, что называется аллергия на домашнюю пыль. То есть если по какой-то причине чужеродная молекула в большом количестве проникла в наш организм, то на нее запросто могут сформироваться антитела, а потом эти антитела будут запускать воспалительную реакцию даже при проникновении небольшого количества аллергена. И, как правило, запуск аллергии связан с тем, что называется аллергический прорыв, когда вот что-то в большом количестве запустило синтез иммуноглобулинов, прежде всего иммуноглобулинов Е, которые, собственно, отвечают за аллергическую реакцию. Ну, скажем, вы взяли и чего-то очень много съели. То есть, например, беременная женщина идет по улице, и вдруг ей ужасно захотелось апельсинов. И вот она купила 2 кило апельсинов, и тут же, не отходя от магазина, съела. И как бы классно, но запросто можно получить аллергию на апельсины, и у родившегося ребеночка тоже будет сразу аллергия на апельсины, потому что мамины иммуноглобулины к нему в кровь тоже попадут. Или, скажем, завели вы котика и спите с ним в обнимку. Спите год, два, три, четыре, на четвертый год, бац, аллергия. Или там, ну, не знаю, весна, да, и вы там у себя на даче красите забор, а рядом цветет березка. А вы красите забор, и тот растворитель, который в краске, он повреждает ваши дыхательные пути, а тут пыльца березки, и бац, антитела и аллергия на березовую пыльцу. Ну, как же так, да, раньше не было, а теперь есть. Да, вот именно так устроена иммунная система. И если у кого-то нет аллергии, не радуйтесь. С большой вероятностью она рано или поздно появится, ну, просто по самой логике работы иммунной системы. Что делать с аллергией? Ну, первое самое, да, вот видите, самая левая надпись – избегать контакта с аллергеном. То есть вы должны понять, что для вас аллерген, и все, апельсины не едим, котик спит в соседней комнате, да, на время цветения берез уезжаем там на полярный круг, и так далее, и так далее. Есть методы, которые позволяют заблокировать воспалительные реакции. Ну, например, подтормозить работу тучных клеток. Это особая категория препаратов, которая называется кромогликаты. Очень эффективно работают антигистаминные препараты. Ну, а в тяжелых случаях приходится использовать действительно серьезные противовоспалительные молекулы вплоть до кортикостероидов. И вот этот самый атопический дерматит, да, атопический, то есть неизвестно в каком месте. И сегодня это слезятся глаза, а завтра, значит, течет из носа, а вот уже зачесалось где-то под коленкой, а тут еще желудок заболел, да, а тут еще бронхи заспазмировались. Все это может быть проявление аллергической реакции. Самое главное – понять, что такое аллерген, что для вас аллерген, и его всячески избегать. Вот это вот картинка, по-моему, из рекламы этого самого супрастина, да, то есть котик такой воплощение аллергии в пыльца, апельсины и кошачья шерсть. Вот, не шуточное это дело. Ну, по себе могу сказать, что вот у меня со временем развелась аллергия на лабораторных животных, да, на белых крыс, с которыми мы работаем. Она не очень сильная, но ощутимая. А сейчас вот, когда всю Москву заливают антисептиками, я совершенно очевидно чувствую, что у меня идет аллергическая реакция на эти самые антисептики, и у меня начинает течь из носа, и как бы, что это такое, что у меня уже коронавирус, нет всего лишь аллергической реакции. Ну, во всяком случае, вот, все это непросто, но здесь действительно самое важное – понять, а что для вас является аллергеном. Антигистамидные, блокады рециклоксигеназы, тот же самый бупрофен, и глюкокортикоиды, как очень тяжелая артиллерия, потому что глюкокортикоиды – это иммуносупрессанты, то есть они подавляют разные иммунные реакции, и в том числе вот эти цитокиновые штормы, и тяжелую аллергию. Но это уже история с сильным, серьезным подавлением иммунитета. Ну, хотя, если это местно вводится, то это как бы полбеды. Ну, например, вы используете мазь с глюкокортикоидами, или, например, ингаляцию с глюкокортикоидами. Бывает так, что иммунная система начинает нападать на собственные молекулы организма. Ну, я вот отвечаю на один из вопросов, уже сказал, что вначале возникают миллионы-миллионы типов Б-лимфоцитов, ну, на самом деле, порядка 100 миллионов типов Б-лимфоцитов, а дальше они проходят так называемую негативную селекцию. То есть, пока они созревают в красном костном мозге, специальные клетки показывают им все кусочки белков собственного организма, и те Б-клетки, которые на эти кусочки отреагировали, они, значит, убиваются, запускается их апоптоз. И цель происходящего – убрать так называемые потенциально аутоиммунные клоны. Но, к сожалению, идеально эта история не получается. То есть, могут уцелеть какие-то реагирующие на собственные антигены организма, типы Б-лимфоцитов, типы Т-киллеров. И тогда возникает такая потенциальная опасность аутоиммунных заболеваний. И если какой-то собственный кусочек молекулярного организма, это называется аутоантиген, вдруг в большом количестве появится, то могут такие типы клеток включиться, и начнется выработка соответствующих антител и аутоиммунная атака. А когда они могут появиться в большом количестве? Ну, например, при какой-то травме. Ну, скажем, у человека инфаркт. И по ходу инфаркта погибает некоторое количество клеток сердца. И дальше выбрасываются специфичные кусочки внутрисердечных белков. На них могут настроиться аутоиммунные Б-клетки. И появятся аутоантитела, которые уже после инфаркта начнут повреждать сердце. Вообще любая серьезная операция, когда большое повреждение, она несет за собой, тащит за собой риск аутоиммунной патологии. Вторая история, связанная с аутоиммунитетом, это история с так называемым молекулярной мимикрией. Потому что бактерии и вирусы, они порой, опять же, по ходу мутаций, находят такие молекулярные варианты, которые делают их поверхность похожей на собственные белки нашего организма. И иммунная система может не заметить это, а потом все-таки, если заметить, то сформируют на них антитела, а дальше эти антитела могут работать по нашим собственным белкам. Ну вот здесь в качестве примера рассказана история про ревматоидный артрит, про рассеянный склероз, про миостынию. Скажем, один из вариантов вируса простого герпеса, он плохо заметен иммунной системе. Но если иммунная система, так сказать, расчухается, его заметит, обнаружит, то она сделает такие антитела, которые одновременно будут мешать работать ацетилхолину, то есть нарушать работу нервно-мышечных синапсов, и, пожалуйста, нарушается двигательная сфера человека. Но вообще чаще всего, все-таки, когда возникают аутоиммунные заболевания, идет реакция на какие-то довольно специфические белки, характерные для какой-то ткани. Такие белки, чьи кусочки во время этой самой негативной селекции толком не показали. Поэтому в зоне риска оказываются прежде всего эндокринные железы. Щитовидная железа, надпочечники, поджелудочная железа. Эндокринные железы с точки зрения иммунной системы ведут себя очень подозрительно, они все время что-то выделяют. И вот там среди этих продуктов выделения могут оказаться такие кусочки, которые не знакомы иммунной системе, и она их воспримет как настоящие антигены, и начнется атака щитовидной железы, и, пожалуйста, там гипотиреоз. Атака поджелудочной железы, и, пожалуйста, что-то вроде диабета. Некоторые варианты бесплодия с этим связаны. Ну и, например, при больших таких хирургических операциях в кровоток выходит куча нашей, собственно, ДНК, и даже на молекулу ДНК могут возникнуть антитела, и тогда будет прям вот совсем системная проблема, которая так и называется системная красная волчанка. Ну и вот еще один пример молекулярной мимикрии. Есть такая бактерия, протеус мирабелис, она живет в мочевом пузыре, в мочеточниках, то есть начинается все с цистита. И дальше оказывается, что бактерия, она содержит такой белок, который очень похож на белок нашей соединительной ткани. И если сформированы антитела на этот белок бактерии, дальше начинается повреждение соединительной ткани, и, пожалуйста, ревматоидный артрит. Вот такие вот фокусы может выкидывать иммунная система, потому что она реагирует на молекулу, она не отличает на самом деле свое от чужого. Для нее главное, что когда-то ее с этой молекулой не познакомили, и поэтому, собственно, аутоиммунные патологии – это значимо. Вот посмотрите, 5% населения Земли, ну это, естественно, возрастное заболевание, потому что, опять же, каждый прожитый год он увеличивает вероятность и аллергии, и аутоиммунного заболевания. 5% населения Земли, старики в основном, да, у них какие-то аутоиммунные заболевания, но стертые формы встречаются гораздо чаще. А аллергия, видите, вообще у каждого пятого. У каждого пятого. То есть это истории, когда иммунная система работает слишком сильно. Ну и последняя история, она про онкологию. Как я уже сказал, текиллеры реагируют не только на чужеродные вирусные белки, но вообще на чужеродные белки, кусочки белков на поверхности клеток. А такие белки, они возникают еще и в клетках-мутантах. А клетки-мутанты – это всегда шанс онкологии. То есть возникновение опухоли, зоны, где клетки постоянно делятся, привлекают кровеносные сосуды, метастазируются. Ну и, в общем, вот такая история. И поэтому получается, что наша иммунная система на самом деле не дает формироваться онкологии. То есть страшновато осознавать, но на самом деле это правда. В организме каждого человека периодически возникают потенциальные раковые клетки. И то, что мы не зарастаем все тотально опухолями, это заслуга текиллеров. И если все-таки опухоль случилась, а, так сказать, случается она, в общем, у каждого третьего человека по ходу жизни, то есть статистика-то тяжелая, это значит все-таки опухоль как-то обманула текиллеры. То есть та мутация, которая случилась в опухолевых клетках, она оказалась, ну, как бы незримой для текиллеров. И тогда вот все это начинается. Но всегда есть шанс, что по мере развития опухоли иммунная система все-таки заметит раковые клетки. И тогда на них нападет и уничтожит. И на этой идее основана технология вакцинации против опухоли. То есть если опухоль медленно развивается, то можно взять кусочек опухоли, сделать из нее вакцину, то есть, по сути, фрагмент опухолевых клеток, и ввести обратно пациенту. И в ответ на эту вакцинацию текиллеры могут заметить, и Б-клетки могут заметить, и могут возникнуть антитела специфичные к опухоли. И тогда все вместе иммунная система может с опухолью даже исправиться. Но сейчас основные методы лечения онкологии, они упираются в максимально раннюю диагностику. А для этого, собственно, нужно развивать методы ранних оценочных подходов. Ну и в частности действительно есть распространенные стандартные варианты опухолей. Это кишечник, простата, молочная железа, легкие. Когда в крови появляются весьма специфические для онкологического процесса молекулы. И если мы эти молекулы, соответственно, выявим, то есть такие вот маркеры онкологические, то мы можем дальше уже искать направленно опухоль. А найдя ее, ну, как правило, первым шагом является хирургическое вмешательство, удаление. И вот тот момент, когда хирург достает опухоль, да, и вообще смотрит на нее. Можно по-настоящему взять пробу клеток и посмотреть, злокачественная это опухоль или доброкачественная, потому что не всякая опухоль раковая. Вот, и если это как бы жировая ткань, которая просто сильно делится, ну да, да, это как бы плохо, но это не так страшно. Страшно, когда клетки, которые вот в опухолевом статусе, они прям совсем впадают в детство, становятся прям совсем эмбриональны и, главное, начинают метастазировать. То есть от опухоли отрываются отдельные клеточки и, собственно, заселяют окрестности. Вот это совсем плохо. И вот тот момент, когда хирург добирается до опухоли, ему многое становится понятно, потому что если опухоль в оболочке, компактная, ну, значит, скорее всего, проблем не будет. А если она там расползлась по сосудам, по нервам, вот это уже, конечно, все серьезно. И вот в этот момент и после анализа биопсического вот этого материала становится понятно, что делать дальше. Или ничего не делать, или назначать химиотерапию, иногда лучевую терапию, а иногда все чаще сейчас используется иммунотерапия, когда с помощью клеток опухоли или характерных для конкретной опухоли антигенов дополнительно активируется иммунная система. И если вы это аккуратно сделаете, то вы можете, например, запустить поедание иммунной системы всех мелких метастазов. Ну, это, к сожалению, пока скорее мечты, но тем не менее технологии в эту сторону развиваются. И поэтому иммунологи, они вплотную взаимодействуют с онкологами. То есть еще одна очень важная функция нашей иммунной системы. Ну, а в целом, говоря об иммунитете, нужно еще всегда не забывать, что идет взаимодействие и с мозгом, с нервной системой, с эндокринной системой. И, в принципе, иммунная система, благодаря вот этим самым цитокинам, она оказывается одной из трех важнейших регуляторных систем нашего организма, которые собирают наше тело в единое целое. А всего этих систем три. Мозг, гормоны, гормональная система и иммунная система. Ну, вот, да, спасибо. Я готов ответить на вопросы по всяким конкретным прикладным моментам. Хорошо, спасибо большое. Здесь поступают вопросы про атопический дерматит. Во-первых, есть ли что-то новое против него в последнее время? И у ребенка с возрастом уйдет или ухудшится атопический дерматит? Ну, сложно, наверное. Как правило, уходит, да, потому что сколько лет ребенку надо спрашивать, да. То есть, как правило, это мелкие дети, которым там 2-3-4 года, а скорее даже год-два. И у мелких детей, ну, у меня у самого дочки 3 года, так что я в теме. Вот, 3 года дочки сейчас. Значит, у мелких детей у них кишечный барьер еще работает довольно плохо. И многие молекулы, которые не должны проходить в кровь, они туда проходят. И возникает вот такая вот аллергизация. И атопический дерматит зачастую – это исходно-пищевая аллергия, которая дальше начинает проявляться в разных местах тела. Пройдет несколько месяцев, кишечный барьер станет жестче, и этот самый дерматит постепенно уйдет. Особенно, если вы поймете, на что аллергия, и уберете это из питания. Вот, то есть бывает к 5-7 годам, ну, в основном это уходит. Если не уходит, то придется использовать какие-то более прицельные методы. Их сейчас много, но чем более прицельный метод, тем он дороже. То есть вы можете использовать глюкокортикоиды и давить иммунную систему. А можете, например, за очень дополнительные деньги сделать антитела к тем антителам, которые провоцируют аллергию. Но это уже дорого. Но зато работает. А все-таки что-то новое есть? Какие-то, может быть, лекарства нового поколения против атопического дерматита? Ну, мне кажется, я достаточно сказал. Ну как, ну, смотрите. Ну, что такое новые лекарства? Механизмы-то, они все одни и те же. Поэтому вы можете искать еще какие-то глюкокортикоиды, которые более мягко действуют. А можете использовать уже вот иммунотерапевтические методы. То есть речь идет скорее уже даже не о лекарствах, а о целостных таких технологиях, методологиях подхода к решению этой проблемы. Это так же, как с раком. То есть вы решаете эту проблему системно. Хирург плюс какие-то препараты там, не знаю, которые там, цитолитики, да, плюс еще какое-то иммунное воздействие. Вот в случае тяжелых атопических дерматитов вот такая история. Но, в принципе, как правило, это все равно связано с аллергизацией. И у взрослых это может выливаться в тяжелые дерматиты на руках. Это самое. И вот вы живете там в большом городе, и, боже мой, что же мне делать? А потом вы берете и там, не знаю, вот у меня знакомый недавно, да, отправился в трехдневный поход куда-то там в Верховье Печоры. Приезжает и говорит, а у меня физдерматит прошел. А потому что там такая экология, что... То есть, понимаете, к сожалению, наши вот эти самые иммунные всякие комплексы, системы, клетки, они порой реагируют на совершенно мизерные концентрации антигена. И тот процесс воспалительный, который запускается и приводит к дерматиту, он у взрослых, да, порой результат плохой экологии. А где у нас эта хорошая экология? Я думаю, что в Москве, что в Твери. А мне ведь приходилось бывать и в Норильске, да, и в Братске, и в Череповце. И там технология, экология так вообще такая, что угу-гу. Ага, спасибо. Вот еще группа вопросов про коронавирус. А правда ли, что дети только переносят, но сами не болеют? Вот этот вопрос. Да, у детей как-то их свежая иммунная система гораздо быстрее со всем этим справляется. Вот еще, так сказать, неотягощенные всякими другими иммунными реакциями. Вот. И поэтому получается, что дети могут болеть в очень легкой форме, но при этом быть заразными. Но это, собственно, то же самое можно сказать и при любого взрослого. Потому что ведь тяжелая симптоматика у коронавируса вылезает только где-то в 10% случаев. А 90% болеют очень легко, как будто это небольшое ОРЗ, ну да, вот там шухой кашель или что-то. Вот. Поэтому здесь дети как бы опасны именно как разносчики, да. Взрослые опасны и как разносчики. И проблема в том, что они таки могут болеть тяжело. Но главная проблема все-таки у пожилых людей. Потому что когда начинается вот это тотальное воспаление, то организм, которому 30, 40 и даже 50 лет переносит, это относительно неплохо. А вот если вам 60, 70, 80, то каждое десятилетие это дополнительные риски. Тем более, что у вас в этот момент уже и проблемы и с сердцем, и с диабетом и так далее. Вот. Поэтому, собственно, что называется, берегите стариков, вот, каждый из нас волнуется прежде всего за эту категорию. А сколько времени может занять создание вакцины против коронавируса по оптимистичным и пессимистичным прогнозам? Ну, пессимистичные около года, и это как бы среднее время создания. А оптимистичные, ну, соответственно, полгода, 4 месяца. Но понимаете, в чем проблема? Проблема в надежности, да? То есть, если вы делаете что-то быстро, всегда остается риск, что будут какие-то побочные эффекты. Поэтому вот тут все так сложно. Поэтому, конечно, конечно, вот сейчас вы же видите основную стратегию, которая в мире, по возможности замедлить ситуацию. То есть, у нас нет способов специального, какого-то специфического лечения. Вакцина будет явно не раньше осени. Да, ну да, там в Штатах начали испытания. Так это же только испытания. А представьте, если там тут же вылезет какая-нибудь пакость, да? То есть, может же все что угодно быть, да? Окажется, например, что тот кусочек, там, не знаю, короны, который выбрали, он, например, там похож, ну, условно, на тот же белок сердца. Это же никто не может заранее так просчитать. А если и может, то на это, опять же, нужно куча времени. И вы сделаете вакцину, да, антитела, а они начнут еще и сердце атаковать. И что? Вот никому же не хочется получить такой эффект. А для того, чтобы все эти побочки отловить, да, нужно время, время, время. Вот этот, как бы, конфликт, да, между нашим желанием поскорее это получить и желанием все-таки не получить кучу побочных эффектов. Потому что, если какие-то побочные эффекты, то тотальная вакцинация может привести к большим проблемам, чем сам этот коронавирус, понимаете? И такое же возможно. Поэтому, по-хорошему-то, вакцина разрабатывается уж не меньше года, даже если все силы прикладывать и параллельно вести многие исследования по безопасности. Спасибо. Вот у меня еще оставался. Поэтому вот прям так вот на вакцину в ближайшем будущем надеяться не нужно, я думаю. Но именно вакцина в конечном итоге эту проблему решит. Потому что пока не будет вакцины, коронавирус, конечно, будет возвращаться. Это очевидно, да, его же до конца-то не вытравишь. Все равно останутся какие-то скрытые завозные варианты. Планета большая, все это циркулирует. Что так и не летать на самолетах в ближайший год? Вот. Ну, возможно, решение будет и такое. То есть вы видите, как эта инфекция удивительным образом объединила мир. И у всех вдруг оказалась по-настоящему серьезная общая проблема. Очень давно человечество не решало что-то такое, взявшись за руки. Ну, может быть, со времен Второй мировой войны. И это, конечно, впечатляющая и в каком-то смысле вдохновляющая ситуация, несмотря на все сложности и все такое. Вот у меня еще есть вопрос про аутоиммунные заболевания. Как лечить иммунную систему при этих заболеваниях? Можно ли ей помочь гемофильтрацией? Врачи назначают иммуносупрессоры. Это ядерный взрыв для организма? Нет, иммуносупрессоры никакой не ядерный взрыв. Это скорее заливка льдом. То есть, иммуносупрессоры, они подавляют иммунную систему. Причем на всех уровнях, часто вообще на уровне красного костного мозга, когда, собственно, меньше образуются и лимфоцитов, и лейкоцитов. И иммуносупрессия, она как бы исходно возникла, прежде всего, исходя из потребностей людей с пересаженными органами. Потому что наша иммунная система, она прекрасно отличает любую клетку чужого организма, даже если это клетка, не знаю, вашего собственного брата или вашего собственного мамы-папа. Маму-папу она еще порой готова принять, а вот другой человек, который подарил вам, в кавычках, свое сердце или свою почку, вот это очень легко иммунная система опознается, и начинается атака. И вы не можете сказать своей иммунной системе просто так, типа, что ты делаешь, идиотка, это наше новое сердце, надо его беречь так же, как старое. Нет, идет атака, поэтому используются иммуносупрессоры, и их довольно много, и они помощнее, чем глюкокортикоиды. Ну и в случае тяжелой аутоиммунки тоже об этом, конечно, идет речь. Но есть и другие подходы, опять же, они похожи на то, что я только что говорил про аллергию. То есть вы можете сформировать антитела к тем антителам, которые реализуют иммунную атаку. Вы можете сформировать антитела к тем B-клеткам, которые синтезируют эти аутоантитела. Все это достаточно дорого, достаточно медленно, но это все постепенно развивается. И, скажем, 10 лет назад это стоило безумных денег, а сейчас, ну, больших, но уже обозримых. Пройдет еще 10 лет, это станет еще более доступно. Ну, это касается всех молекулярно-биологических методов. Когда-то анализ ДНК первого человека обошелся, по-моему, в 3 миллиарда долларов, а сейчас это стоит уже чуть больше 1000 долларов. И примерно на таком же уровне должны в итоге оказаться цены, связанные с иммунотерапией, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний. То есть весь мир ставит именно такую ценовую категорию. То есть это должно стоить где-то в районе 1000 долларов подобное лечение, даже при тяжелых патологиях. Где это искать, мне спрашивают. Где искать это лечение, к кому обращаться? Ну, есть институт, то есть нужны специализированные иммунологические институты. В Москве есть несколько институтов иммунологии, Гамалея, например, институт. Спасибо. Лучше заранее списываться и смотреть, потому что аутоиммунные заболевания, они же очень разнообразны. И понятно, что лучше, если у вас проблемы со щитовидкой, то искать ту команду, которая занимается аутоиммункой щитовидной железы. А если проблемы с суставами, то суставы. А если это, скажем, миостения, своя проблема. А если это, не дай бог, рассеянный склероз, своя проблема. Потому что, к сожалению, довольно много есть, и чем дальше, тем больше их описывают, аутоиммунных патологий мозга. Когда антитела атакуют мозг, возникает что-то вроде паркинсонизма, что-то вроде эпилепсии. И начинают эту эпилепсию лечить, а она обычными препаратами не берется. А начнешь вводить глюкокортикоиды, упс, она уходит. Представляете? Мне приходится по долгу службы, что называется, общаться, например, с эпилептологами. Они часто про это рассказывают. То есть процентов 5 людей с эпилепсией, у них на самом деле проблема в иммунитете. Вот, наверное, последний вопрос мы сейчас возьмем. Про иммунологический паспорт. Есть ли такое понятие? И иммунограмма связана как-то с этим? Ну, я думаю, что речь идет о оценке основных цитокинов как раз. То есть набор вот этих молекул, с помощью которых иммунные клетки общаются друг с другом, влияют на эндокринную систему, влияют на нервную систему. Набор этих молекул, он велик, но достаточно ограничен. То есть есть где-то там два десятка основных цитокинов, полсотни, наверное, будет более-менее значимых цитокинов. И вы можете взять и за счет анализа крови оценить, сколько у вас тех или иных цитокинов, и получить картину, скажем, наличия воспалительных очагов в организме, наличия каких-то процессов, напоминающих онкологию, аутоиммунных заболеваний. Если вам, конечно, это нужно. Это может дать картину, которая позволит охарактеризовать, например, какие-то ваши иммунодефициты. Потому что там, не знаю, ведь есть явные иммунодефициты, когда человек вообще с трудом живет на свете. А есть такие стертые, когда там вот почему-то там все время прыщи на физиономии никуда не деваются. Что, какой компонент иммунной системы сбит? Иногда это сбитые, ну, например, те же иммуноглобулины А. А иногда это, например, сбитая работа фагоцитов. Они захватывают бактерию, а переварить ее не могут. Вот с этим порой нужно разбираться, и тогда вот речь идет о иммунологическом паспорте. Но сейчас, мне кажется, понятие иммунологический паспорт, оно начинает вписываться, как бы становится под множеством более широкого понятия генетический паспорт. Когда вы получаете не только концентрацию цитокина в крови, но на генетическом уровне получаете описание активности этой системы. То есть, насколько клетки чувствительны к разным цитокинам. Насколько как бы правильные и мощно работающие цитокины у вас образуются. Потому что ведь те же самые цитокины – это зачастую белки. А в белке, наверное, знаете, заменять одну именно кислоту уже, он работает как-то не так. И какая-то там мутация в каком-нибудь интерлекине 12 может тащить за собой какие-то проблемы. И тогда, собственно, вот этот иммунологический паспорт, он будет под множеством генетического паспорта. Но все это важно, это дает оценки текущего состояния здоровья человека. Иногда позволяет поставить более точно диагноз, назначить лечение. А в перспективе это будет то, что будет создавать основу для профилактики и здорового образа жизни. Потому что, получив подобные оценки, вы будете видеть, скажем, ваш организм к таким-то видам вирусов устойчив, а вот к таким-то неустойчив. Будьте здесь осторожны. Или, скажем, болезнь Альцгеймера вам не грозит, а вот с накоплением холестерина у вас просто беда. И так далее. Я думаю, что все те же самые. Институты иммунологии московские. Сейчас довольно много клиник. Это я про Москву, а есть еще за границей, но, правда, туда сейчас особо не попадешь. Но, не знаю, Израиль, Германия, Канада, очень много центров. Вообще, иммунология отдельная огромная наука. У нас на биологическом факультете есть особая кафедра иммунологии. И там есть такой потрясающий, достаточно молодой, энергичный академик Недоспасов. И он директор Института академического иммунологии. Но я так понимаю, что этот институт тоже связан с клиникой. То есть, с одной стороны, если у вас какая-то специфическая иммунологическая проблема, вы можете обращаться прямо к врачам. А, с другой стороны, не упускать из вида какие-то современные научные разработки. И тогда вам нужно как-то так знакомиться с работами ученых-иммунологов. Спасибо большое. Да, и кому интересно, еще раз, дай-ка я промотаю. Вот у меня тут есть самореклама. Во-первых, две лекции в Архе по иммунитету. Видите, в сумме они составляют больше двух часов. Там, в основном, фундаментальные вещи про иммунитет. То есть, как раз вот эти Т-хелперы, Т-киллеры, белки главного комплекса гистосовместимости и так далее. А кто прослушает эти лекции, дальше вы можете войти на сайт МГУ, в видеоархив МГУ, найти там МФК, межфакультетский курс осень 2013 года. И там будет 12 лекций по физиологии иммунитета, которые читает наша кафедра иммунологии. И уже там такие серьезные знания. И там, кстати, лекции того же Академика Недоспасова. Спасибо вам большое. Я, в свою очередь, хочу сказать, что запись сегодняшней лекции мы также разошли по всем участникам. Вячеслав Альбертович. Прекрасно. Знания должны принадлежать народу. Также считаем. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо всем, кто участвовал в трансляции. По-прежнему напоминаю, что мы будем благодарны за обратную связь. Нам нужно совершенствовать свою организацию трансляции, раз уж такие настали времена. Да, все. Спасибо. А, и кстати, у нас же есть журнал. И так как мы не можем сейчас его распространять на живых мероприятиях, то, соответственно, можете писать, у кого еще нет. Мы доставим, организуем бесконтактную доставку. Это сейчас модно. Так что, в общем, не пишите. Мои контакты есть. И последний вопрос вдогонку. Какие ваши лекции по мозгу можно посмотреть? Ну, их-то как раз достаточно много. Я думаю, что нужно начать с таких обзорных лекций. Вроде мозг, как он устроен и работает. А дальше уже куда пойдут ваши интересы. Можно смотреть про отдельные молекулы, вроде антидепрессантов, нейролептиков. А можно про разные функции, скажем, зрение, память. Но это не проблема. Вы набираете мою фамилию Дубынин в Ютубе. Вы набираете интересующее вас слово, там, скажем, действительно, память или слух, или психомоторные стимуляторы или анальгетики, и на вас вываливается лекция. Спасибо большое, друзья. Спасибо вам. Самая популярная моя лекция на данный момент – мозг и алкоголь. Еще больше. Полтора миллиона просмотров. Да, ну, понятно, проблема очень актуальна. Ну, я думаю, сейчас будет еще более актуальна. Люди будут спасаться кто как может. Хорошо. Да, с алкоголем поосторожнее, да, потому что вирусы, конечно, в нем гибнут, особенно если их насыпать прямо в стакан. Но при этом алкоголь наносит серьезный вред нашему собственному организму. Это из-за разряда вреда скорее больше, чем пользы. Поосторожнее, пожалуйста. Спасибо большое. Друзья, да, до встречи. До встречи. Будем с вами дальше общаться в формате онлайн-трансляции. И так мы тоже можем общаться. И спасибо за чат. Вот мы его видим и рады вашей активности. Спасибо. Все, пока-пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok